К сожалению, самые святые вещи подчас становятся объектом спекуляции. Конечно, всё это не ново, мы не первый раз это, видимо, слышим. Мы уже не раз сталкивались с избирательным подходом к истории в угоду политической конъюнктуре. Но сейчас эти процессы приобрели форму настоящей агрессивной кампании. Наша задача – активно противостоять любым фальсификаторам истории. «Кто контролирует прошлое, контролирует будущее. Кто контролирует настоящее, контролирует прошлое». Так написал Джордж Орвелл в своей «Бессмертной антиутопии 1984». Как это ни странно, те, кто сейчас контролирует настоящее в России, читали Орвелла и принимают его слова за чистую монету. Возможно, поэтому Совет Безопасности в очередной раз озаботился темой фальсификации истории и предлагает воссоздать комиссию по противодействию тлетворному влиянию Запада, защищая от его подлых найметов единственно правильные и идеологически выверенные трактовки. Национальной политики Российской империи и СССР, роли СССР в победе над нацизмом, пакта Молотова-Риббентропа, участие СССР в политических кризисах в странах Восточной Европы, а также темы революции 1917 года. Разумеется, определять истинность различных версий и трактовок исторических событий будут не ученые, а силовики, исходя из политической целесообразности. То есть теперь, как минимум, нельзя будет официально сказать, что большевистский путь завел Россию в тупик на 70 лет и запустил череду кровавых катастроф. Сталин занимался геноцидом русского народа, убивая и гноя в лагерях лучших его представителей. Пакт Молотова-Риббентропа был актом ничем не спровоцированной агрессии по отношению к Польше. Исход Второй мировой для СССР без поддержки союзников мог оказаться куда печальнее. СССР давил танками свободу в Восточной Европе во время восстания в Венгрии в 1956 и в Чехословакии в 1968 году. А как максимум, не в меру принципиальные историки начнут получать тюремные сроки за ее фальсификацию. Борьба за прошлое идет не только на законодательном, но и на символическом поле. 4 ноября 2016 года в Москве, в день так называемого народного единства, открыли памятник князю Владимиру. Противостоять современным вызовам и угрозам россияне смогут, следуя духовным заветам князя Владимира. В Москве в день народного единства президент Путин торжественно открыл памятник князю Киевскому и Новгородскому, причисленному православной церковью к лику святых. Чем больше угрозы, тем сплоченнее наше общество. Тому пример. Мы умеем уважать, мы умеем дружить, но на нас бесполезно давить. Мы будем только крепче и будем решать те задачи, которые хотим решать в интересах своей страны, своего народа. Опираясь на духовные заветы, на бесценные традиции единства и согласия, идти вперед, обеспечивая преемственность нашей тысячелетней истории. Ну открыли и открыли. В Киеве такой стоит с 1853 года, а в Белгороде с 1998. В общем, ничего особенного. Но до этого, 14 октября, в Орле состоялась торжественная церемония открытия первого в России памятника Ивану Грозному. В Орле сегодня торжественно открыли первый в России памятник Ивану Грозному. Проект вызвал большой общественной резонансы и протесты мирных жителей. А 11 октября 2016 в Архангельске тайно на автостоянке торгового центра установили памятник Сталину. В Сургуте еще один памятник Сталину поставили 15 сентября. Правда, через неделю его демонтировали. Пройдет еще несколько лет, может быть, 10 лет. Если Россия сохранится, если ей суждено сохраниться, а я думаю, что это так и будет, я думаю, что речь уже пойдет не о бюстах Сталина, а о памятниках Сталину по всей стране. Все эти три типажа – Владимир, Грозный и Сталин – личности действительно замечательные. Первый ради власти убил родных братьев и предал родную веру. Второй создал опричнину, угробил собственную династию и погрузил страну в смутное время. Третий поспособствовал началу Второй мировой и уничтожил рекордное число соотечественников. В истории почти нет однозначно положительных персонажей. Но на этих персонажах уж точно клейма негде ставить. На фестивале негодяев они были бы членами жюри. Можно было бы еще понять, если бы палачей увековечивали вместе с их жертвами. В назидание потомкам, в крайнем случае, как князя Владимира на памятнике 1853 года, с непокрытой головой и лицом, обращенным к небу. Тогда православие действительно много значило для общества, и его заслуги как крестителя явно перевешивали в глазах авторов памятника многочисленные прегрешения. Это своего рода памятник покаявшегося душегуба. Но об этом сейчас речь не идет. И Грозный, и Владимир выглядят на новых памятниках, как мультяшные герои. Смазливые и накачанные ламберсексуалы с мечами. Чтобы лучше попадать в свою аудиторию. В детей и подростков. О реальной внешности князя Владимира можно только гадать. Но Иван Грозный уж точно не был красавчиком. Меняется и антураж памятников. У Владимира 1853 года в руках был только большой простой крест. У Владимира 1998 года маленький крест и щит. У Нового крест и меч. Если так пойдет и дальше, то следующий памятник князю Владимиру будет с крестом, автоматом Калашникова и в бронежилете. ПЕСНЯ 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 Памятники никогда не ставят прошлому. Их всегда ставят настоящему. В них отражается то, как авторы или заказчики представляют себе желаемое будущее страны. Ее ценности и нравственные ориентиры. Ну и если уж продолжать явно заданный властью тренд на пропаганду сильных личностей, а точнее тиранов, то несправедливо, что в современной России не увековечены люди, заложившие на века ее характерные черты. Пренебрежение человеческой жизнью и личными свободами ради интересов государства. Умение безропотно приспосабливаться к любым условиям и терпеть любые унижения. Взяточничество, предательство и интриги как основу внутренней политики. Организацию общества даже в мирное время по образу и подобию армии. Поведение власти как оккупационного режима на территории собственной страны. Массовый террор для приведения людей в повиновение. В данном случае речь идет о Чингисхане, создавшем Монгольскую империю. И хане Бату, Батыя, сделавшем Древнюю Русь ее частью, точнее частью Улуса Джучи, Золотой Орды. Не зря ведь говорят, кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба. Мы помним, поэтому, дорогие россияне, вы либо крестик вместе с Владимиром снимите, либо трусы вместе с Батыем и Чингисханом наденьте. И когда, например, сегодняшние украинские историки говорят, что вы, москали, не есть наследники Киевской Руси, это мы на Украине наследники Киевской Руси, а вы наследники Золотой Орды, я скажу, хорошо, да, мы наследники Золотой Орды. Да, во многом современная Русь, московская, потом петербургская, советская и сегодняшняя, являются в том числе и наследницей Золотой Орды, хотя и Киевской Руси тоже безусловно. Дело в том, что находясь, ну, два с половиной столетия под монголами, русские князья, приезжая, ну, в основном в Сарай, да, когда уже была Золотая Орда, то есть западная часть Монгольской империи, они встречались с каким-то совершенно, ну, невероятным типом власти, который они раньше не видели ни в Европе, ни у себя на Руси. Это был невероятный объем власти у одного человека. Вот монгольский тип власти, это когда один человек, все, а все остальные ничто. Монгольская власть полностью отрицает всякий договор, всякую конвенцию, всякое сотрудничество и согласие между двумя. Монгольская власть – это исключительно власть насилия. И вот русские перенимают это. Русские цари, русские великие князья постепенно перенимают именно эту культуру власти, именно этот тип власти, именно это политическое отношение. И это становится все сильнее, сильнее, сильнее. И даже уже впоследствии, во времена, так сказать, более близкие к нам, в такие цивилизованные и красивые, был такой император Павел I, да, это сын Екатерины. Он однажды, беседуя с французским послом, сказал ему, «В России только тот что-то означает, с кем я разговариваю, и только тогда, пока я с ним разговариваю». Это очень точная формулировка русской власти. Русская власть, да, которая практически не ограничена никогда. При московских царях, наследниках, ордынских царей, там все время говорят, цари, царя, это так и есть, так и есть. И московские люди, там ведь показана Москва, да, середина 14-го столетия, которую трудно узнать сегодня всем москвичам, они ведь молились за ордынского царя, он был для них царем, да, и мы назывались там залезским волосом, московским волосом и прочее, прочее. Конечно, и при московских царях, и при петербургских императорах, и при генсеках советских, и сегодня, русская верховная власть практически ничем не ограничена. Эпохи меняются, меняются правовые системы, ментальные системы. Здесь мы видим Русь сакральную, религиозную, христианскую, сегодня Русь в основном секуляризированная и атеистическая, но вместе с тем эти традиции, скажем, традиции власти во многом сохранились, да, если мы хотим найти их источник, это вот здесь, это не в Киеве, не в Византии, это вот здесь, а какие-то другие традиции, киевские, византийские, предшествующие московским традициям, они в чем-то другом воплотились, но тем не менее это и здесь. Был великий философ, старец Варфоломей, старец, возвестивший концепцию Москвы, Третьего Рима, старец Филофей. В центре этого огромного философского течения стоит Грозный, Грозный царь, он олицетворяет московское царство. Проблема заключается в том, что ордынское общество было построено на принципе насилия, да? Вот русская поговорка, я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак, да? Хан может все остальные, никто, да? Вот это надо приобретать. Вот в этом смысле изживание ордынского начала, изживание взаимоотношений между людьми, как взаимоотношений друг-враг, свой-чужой, власть только насилие. Если я могу убить, то обязательно убью, а если не убью, то сотворю еще. Вот от этого надо уходить. Но на самом деле все эти памятники это чисто символы и знаки. Не важно, был Иван Грозным кровопийцей или не был. Не важно, не важно. Это наш царь, уже этим надо гордиться. Это наш кровопийца. И если наш бандит, он все равно наш бандит. Ордынское наследие, от которого мы никогда в целом не уйдем, как не уйдут от своего средневековья и прочее, как не уйдут от детства люди, ставшие уже взрослыми и прочее. Но целый ряд основополагающих фундаментальных черт этого ордынства несовместимы с сегодняшним миром. Сегодняшний мир, тот, который имеет шансы на дальнейшее существование, а дальнейшее существование это не просто ситуация, когда люди рожут друг друга, а это ситуация услужительства людей. Это ситуация, где минимизируются негативные стороны социальной жизни и, так сказать, создаются возможности для раскрытия человека, то в этом смысле целый ряд ордынских черт придется в русской истории в будущее, если мы хотим иметь будущее и сжимать. Так как немцы свои истории сживали целый ряд, ну скажем, немецкий агрессивный национализм или немецкий реакционный романтизм, ну неважно. Или, например, как западные народы изживают колониальное свое прошлое, не только прошлое колониальных народов, но и свое прошлое. При том, что опять же колониализм не так просто, как наше поколение учили в школах, что это было только завоевание, и все, там было многое другое, в том числе и попытка нести христианскую веру, попытка поднять эти народы, но было то, чего нас учили, зверская эксплуатация и ужас. Так вот, теперь народы Западной Европы, старая Европа, классическая Европа, прежде всего французы, англичане, англичане, право, они сживают это. Тут отсюда эта политкорректность, многие неудачи, тоже какие-то плохие стороны, но тем не менее, я абсолютно уверен в том, что этот фильм полезен, вот в этом самом отношении, что все-таки он говорит современному человеку, вот от этого надо уходить, вот это надо перестать. Тем более, что еще в недавней нашей истории, ну скажем, в сталинской, в постсталинской истории, ну многие черты вот этого мы видели, да, только это уже были там зилы, зисы, а не лошади, и это был не сарай, да, нынешний, так сказать, Сталинград, Царицын и круче, а это был Кремль, да, и вот известная фраза русского философа Федотова, что как кончилась ордынская игра на Руси, ставка хана была перенесена в Кремль, ставка хана была перенесена в Кремль. Или другие слова основателя евразийца Николая Сергеевича Трубецкого, он сказал, что если бы сарай принял православие, он бы объединил Русь, русские государства, а не Москва, но сарай выбрал, так сказать, ислам, хотя в сарае был православный епископ, вообще там жило довольно много славян и православных, и прочие, прочие, такие церкви и католики. Вот, и в конечном счете, конечно, нам от всех этих евразийцев, от всех этих вещей надо уходить, и путь России, конечно, это путь христианской, европейской, в конечном счете, арийской страны, и другого варианта у Руси не будет. Иначе, если возобладает, как неоднократно это было в 20-м столетии, ордынское начало, но вот в этом, в метафорическом смысле, не в смысле антимонгольском, не в смысле антимусульманском, а вот в смысле вот этих вот негативных сторон, то у нас не будет никакого будущего. Редактор субтитров А.Семкин